Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, 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 все. Город, подаривший жизнь. Так назвали праздничный концерт для ветеранов, посвященный 70-летию Великой Победы. На сцене жизнь одного сочинского дворика, как напоминание о том, что война постучалась в каждый дом, в каждую семью. Это спектакль о Сочи, как городе-госпитале, который во время войны к жизни вернул тысячи солдат. Новость о победе. Ветеран войны Петр Мороз встретил, как и многие, в одном из сочинских госпиталей. За время войны был тяжело ранен дважды. Я был на пяти фронтах. Юго-западный, Южный фронт, Корейнинский, Первый Белорусский. Оттуда уже в Польше меня тяжело ранило, я уехал. Сегодня к десятку медалей Петра Мороза добавилась еще одна – юбилейная, выпущенная специально к 70-летию Победы. В Зимнем театре такие же получили еще семь ветеранов. А до 9 мая юбилейные медали вручат всем участникам войны. Большую работу мы провели в отзаменовании 70-й годовщины. И эту работу мы продолжим. Мы делали все, чтобы ни один ветеран, ни один участник Великой Отечественной войны не был забыт. Мы говорим огромное честное спасибо всем живым и падшим. Мы говорим низкий покой всем нашим ветеранам. Мы поколение, поколение ваших внуков, правнуков, сыновей, мы должны нести это в будущее и помнить, что вы нам дали ту огромную победу. И своими поступками, своими действиями, своей работой на благо созидания нашей Родины мы должны все сделать, чтобы ужасы фашизма никогда не повторились. Со сцены снова и снова звучали слова. Это не должно повториться, это нельзя забыть. Концерт стал большим поклоном ветеранам ныне живущим, тем, кто погиб на поле боя, медсестрам, врачам, которые спасли тысячи жизней, труженикам тыла и городу, госпиталю Сочи, чей вклад в великую победу не меньше, чем вклад любого промышленного города. Инга Габеша, Ольга Десятого, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.